всем привет дорогие друзья сегодня мы с вами приготовим два варианта закусок праздничному весеннему столу во первых это очень вкусно во вторых это необыкновенно просто и от того насколько много сердца вы вложите именно в презентацию вашего труда и оформления вашей работы и будет зависеть эффект от этого простого нехитрого блюда вот так это выглядело в ресторане но мы с вами сделаем еще лучше если вы досмотрите видео до конца то я поделюсь с вами некоторыми идеями по оформлению праздничного стола к наступающей пасхи а Я покажу вам два варианта к растению. В первом случае мы приготовим песто-соус. И для второго топпинга мы будем использовать свежий авокадо. Итак, начнем с песто-соуса. Во-первых, мы измельчим 3 дольки чеснока. Следующий ингредиент у нас кедровый орех. Если нет кедрового ореха, используйте грецкий орех. Но в основном все рецепты просят для этого соуса именно кедровый орех. Третий и самый главный ингредиент – это листья свежего базилика. Примерно 1 чашку тертого пармезан-сыра. Сейчас во время весны и наступающего лета многие люди будут выращивать базилик в огороде. Так что я думаю, этот рецепт вам пригодится на лето. И вы можете буквально каждый день готовить эти простые закуски. Есть замечательный вкусный рецепт пасты с песто-соусом. Так что сохраните ваш песто-соус, который у вас останется в холодильнике. И мы приготовим с вами пасту. И мы сделаем отдельное видео. То есть это макаронные изделия с песто-соусом. Итальянское блюдо. Очень вкусно! Добавьте где-то пол чашки оливкового масла. По вкусу соли и перца, а также в некоторых рецептах я заметила, добавляют свежевыжатый лимон. Правда же необыкновенно просто! Наш песто-соус готов! Далее мы сделаем наши крастения. В отдельной миске я смешаю оливковое масло со специями. Черный перец, красный перец. Соль. Хлеб нарезаем тонкими кусочками. Лучше всего использовать хлеб, именно который был сделан на дрожжевой основе. Дальше смажьте хлеб оливковым маслом с двух сторон и выкладывайте на противень. Затем мы будем запекать это все в духовке примерно 180 градусов по Цельсию до золотистой румяной корочки. Именно потому, что это блюдо очень простое и включает в себя ограниченное количество ингредиентов. Поэтому постарайтесь выбрать самое лучшее качество для ваших ингредиентов. То есть, самый лучший хлеб, который вы можете купить и найти, лучше всего на дрожжевой основе. Самые лучшие помидоры, самый лучший моцарелло-чиз. И тогда именно комбинация вот этих хорошего качества ингредиентов и даст вам очень хороший вкус. Мне кажется так, что именно комбинация простых ингредиентов, но очень хорошего качества, зачастую дает самый большой эффект и наслаждение от приготовленных блюд. И совсем не нужно использовать обильное количество майонеза в салате. И зачастую люди используют ингредиенты, которые совершенно с собой не сочетаются. Итак, наши растения или хлебцы готовы и они идут в духовку. Следующим мы займемся авокадо. В последнее время очень часто говорят по телевизору и пишут в газетах, что обязательно мойте авокадо перед тем, как вы их режете, потому что на них снаружи присутствует какая-то бактерия. Так что я вам тоже эту информацию передаю, не дай бог. Мойте, я знаю, что мы не едим шкурку, но мыть их нужно. Все, что нам нужно, это размельчить авокадо. Я использую вилку. Если вы знаете другой способ, делайте своим способом. Если у вас результат будет такой же, как у меня, это то, что и нужно нам. Далее, чтобы авокадо не потемнел, я добавляю немного сока лайма. Также вы можете использовать лимон. Затем закроем все пленкой. Следующий ингредиент. Свежий моцарелла сыр. Постарайтесь найти хорошего качества. Я уверена, что сейчас в России делают свой прекрасный моцарелла сыр. Когда мы путешествовали в Москву несколько раз и в Петербург, все молочные изделия, так показалось мне, были очень хорошего качества. Все было очень свежее. Так что я уверена, что у вас сейчас все на прекрасном уровне. Другой вариант закуски, это каприси салат. То есть, вот эти кружочки моцарелла сыра вы не разрезаете и перекладываете их с помидорами, тоже нареженными кружочками. И сверху поливаете бальзамическим маслом. И третий ингредиент для каприси салат, это свежие листья базилика. Насчет качества помидор, тем, кто живет в России, вообще жаловаться нельзя, потому что помидоры у вас отличного качества, поверьте мне. Девчонки, все мои ингредиенты приготовили, все порезали. Теперь мы будем артистами с вами и артистками, художниками и художницами. Так что теперь самое главное, все это оформить. Также очень хорошо к этому блюду идет прожутто. Вот я из него сделала такие розочки. Прожутто это итальянское холодное мясо, очень вкусное и очень хорошо идет именно к этому блюду. Когда вы покупаете его в магазине, попросите, чтобы вам нарезали прожутто. Насколько тонко, насколько это возможно, потому что это влияет на его вкус. Итак, у нас получилось два варианта к растению. Первый вариант у нас с авокадо, моцарелла, сыр, помидоры. Второй вариант у нас пестисос, моцарелла, помидоры. И сверху мы поливаем, я использую бальзамический глейс, то есть это глазурь. Также вы можете использовать бальзамический уксус. И далее, смотрите, я украсила просто веточками петрушки и веточками укропа, какая зелень у вас есть под рукой. Сделайте красиво и все будет замечательно. Теперь я хочу немного поговорить о том, как мы будем отмечать Пасху. Я нашла такие очень красивые картинки для вас, которые, я надеюсь, принесут вам вдохновение, как оформить ваш праздничный стол. Главное блюдо, конечно, наши куличи и пасхальные яйца. Это все традиционные, интересные такие фотографии. Мне они очень понравились. А теперь я хотела показать вам несколько идей для оформления стола. Если у вас есть дети, вот все эти идеи я использовала в прошлом и все я их делала. Эти маленькие грибочки, они были вырезаны из редисок, так что это даже не нужно объяснять, потому что каждая женщина может посмотреть и понять, как это можно сделать. И затем вы можете сделать вот таких вот зайчиков, или вы можете сделать мышат, как на первой фотографии, или сейчас будут интересные у нас цыплята, только что вылупившиеся. Так что дерзайте и фантазируйте. Если кто-то не видел предыдущее видео, как оформить пасхальные яйца, вот моя дочка с подружкой, они их сделали. Посмотрите это видео отдельно. С наступающей Пасхой, дорогие друзья! Всего вам самого светлого, самого хорошего. Это очень добрый праздник. И далее, какой бы вы верой ни были, я желаю вам всем иметь своего ангела-хранителя. И всего вам самого хорошего и самого светлого! Субтитры подогнал «Симон» «Симон»